По традиции, с основным отчетом выступил руководитель краевого управления МВД. Владимир Веневский отметил, что по итогам года уровень преступности на Кубани снизился. Сократилось число грабежей и краж из квартир. А из незаконного оборота за последний год изъято около полутора миллионов контрафактного алкоголя. Озвучил также начальник кубанской полиции и планы работы на этот год. В 2016 году нам следует сконцентрировать усилия на раскрытии преступлений тяжких и особо тяжких составов против личной и имущественной безопасности граждан особое внимание обратить на нераскрытые преступные деяния прошлых лет. В числе приоритетных направлений деятельности полиции остается противодействие экстремизму во всех его проявлениях. Среди приоритетных задач – борьба с коррупцией. Полицейские выявили более 500 случаев экономических нарушений. По мнению Вениамина Кондратьева, наказание для таких преступников должно быть неотвратимо. И неприкасаемых в этом быть не может. Те, кто наносит ущерб экономике края, мешает нормально работать и развиваться бизнесу, отмывают деньги, уклоняяются от уплаты налогов, не должны чувствовать себя хозяевами положения и самое главное – оставаться безнаказанными. Сегодня, защищая экономику края от криминала, очень важно, чтобы сами сотрудники полиции не оказались в этом криминале или его пособниками. Если не раскрывается преступление экономического характера годами, десятилетиями, значит, это выгодно их не раскрывать. Вот и все. Значит, все в одной цепи. Наказание для дельцов, которые вам совсем не коллеги, но дельцов погонов, должно быть очень жестким и неотвратимым. Ответственность должны нести и наркодельцы. Каждое третье обращение в администрацию края об обороте наркотиков акцентировал внимание глава региона. Люди жалуются, что полиция не реагирует на их сигналы. К этой работе активнее нужно привлекать участковых и казачьи дружины, считает Вениамин Кондратьев.